Тема «Ресурсный потенциал биологизации сельского хозяйства. Животноводство, растеневодство, препараты и технологии». Почему животноводство и растеневодство? В животноводстве мы рассматриваем два момента. Нас интересует конверсия кормов, которая связана со степенью усваиваемости кормов. Например, у свиней где-то 50% корма пролетает насквозь. У крупного рогатого скота это показатель 60%, которые они усваивают, до 72%. У птицы где-то до 80%. И когда мы говорим о том, где мы можем искать экономию, мы можем ее искать в том корме, который не переваривается по каким-то причинам. Можно ли, например, залезть в ту часть, которая выходит с отходами жизнедеятельности животных? Оказалось, что можно. И вот один из наших препаратов, ЗАСТИМ, он как раз был создан для увеличения коэффициента перевариваемости кормов. Мы по нему сделали научные работы, и я по нему немножко скажу. Ну, давайте я вначале все-таки пару общих вещей скажу. В сельском хозяйстве используются микробные препараты, содержащие кормовой белок и витамины. Есть микробные препараты ветеринарного назначения, которые в животноводстве применяются. Есть микробные удобрения и биологические средства защиты растений микробного происхождения. Как правило, обычно микробные препараты – это один микроб, один препарат. То есть простенькие моноштамовые препараты и в растеневодстве и в животноводстве. Мы, микробиологи, с которыми я работаю, научились соединять много микробов вместе. У нас есть микробные препараты по 15 микробов в одной пробирке. Есть композиты, где мы используем до 27 микробов. Ну, мы берем там 2-3 микробных препарата вместе, мы знаем, как их можно сочетать. И в животноводстве у нас также есть препараты, которые содержат много-много микроорганизмов. Есть понятие синтрофизма. То есть когда они, микробы – это не смесевая функциональная какая-то, какой-то препарат, а это синтрофная ассоциация, где один за всех и все за одного. То есть какие консорциумы бывают? То есть бывают универсальные консорциумы, которые запускают и в растеневодстве, и в животноводстве. Если кто-то слышал про японский препарат Тервихига, препарат 83-го года рождения, но стал известен после того, как с 1995 года по 2000 год они решали проблему ликвидации голода в Северной Корее. Очень интересный препарат. Он универсальный, можно его применять и в животноводстве, и можно применять и в растеневодстве, и можно применять в медицине, в докторской диссертации, то есть применению для лечения человека. Но у нас есть и такой препарат, и японский препарат, мы купили в Японию. Закваску мы этим препаратом, препарат этот также мы пропускаем. Итак, в общем, у нас в одном препарате много-много микробов, и у него возникает совершенно другая функциональность. Они бывают в виде сухих препаратов на каком-то носителе, либо в виде жидких составов. Мы считаем, что лучше делать жидкие составы на данный момент. Нам удалось сделать стабильные составы. Мы даем год хранения, хотя у меня некоторые препараты доживают, сохраняют функциональность в жидком виде и до трех лет хранения. И, в общем, вопрос у нас стоит того, что есть продукт, и есть концепция, куда мы его вкладываем. Но вот если мы говорим про экономики, я всегда говорю, что есть та часть, которая бесплатная у нас, и мы всегда говорим о том, что прибыль на данный момент нам нужно искать не в том, что связано с деньгами большими, то есть с генетикой, с применением растеневодства, больших доз минеральных удобрений, а в том, что нам позволяет залезть в бесплатный ресурс. Вот, например, коэффициент перевариваемости кормов – это бесплатный ресурс. То есть нам ничего не надо добавлять, нам нужно просто, чтобы животные хорошо от корма переваривали. Или нам нужно сделать огромную массу растительную, потому что в животноводстве минимум 50% – это корма, а мы можем сделать большую массу грубых кормов, ну или там огромную массу силоса вырастить. Нам это очень легко с помощью препаратов по растеневодству, и мы очень сильно удешевляем корма. У нас, мы можем увеличить количество белка в кормах, но мы знаем, как действовать, какие стратегии в засуху. Вот у меня по этому году сейчас несколько маленьких проектов по Люцерне, по Волгоградской области, по Свердловской области. Вот был в хозяйствах. Свердловская область отходит от засухи двухлетней давности. Когда просто животные страдали просто от недостатка кормов. И мы говорим, что мы дадим технологию, вы просто можете очень быстро наращивать массу растеневодческую. Очень быстро. И вот задача – научиться продуктивно использовать бесплатный ресурс и увеличить эффективность использования человеческого ресурса. Ну, по системам я скажу немножко. Вот у нас хороший препарат. Ему много-много лет. Он у нас как-то входил в один проект по бройлеру. Дружба народов нова. Это огромное хозяйство в Крыму. Вот как это сказать. Три хозяина тому назад им настолько понравился препарат, что они у нас брали там… Договор был 15 тонн в год. Они брали у нас по 15 тонн в месяц этого препарата. Он как раз изменял показатели перевариваемости корма. Ну, вот я говорил, что у крупного рогатого скота это 60-75%. Сырая клетчатка переваривается – это 87%. И когда мы подключаем микробный препарат, который… Вот его состав. Шесть микроорганизмов. Они участвуют в переваривании корма. И в обогащении его белком. И у нас как бы из ниоткуда появляется примерно до 30% плюс перевариваемого корма. То есть, учитывая, что очень много уходит неперевариваемого корма, мы его максимально перевариваем, животные максимально его переваривают. И улучшается здоровье животных, там качество мяса, прирост. В сутки и так далее. Есть статья научно-исследовательская. Она у меня, в принципе, есть. Я потом ее скину, эту страничку. Что мы добились у крупного рогатого скота. Телята очень сильно страдают от диареи. То есть, мы за один-за два дня полностью снимаем диарею. И нулевая потеря телят. И телят абсолютно здоровы. Вот по этой статье, при стопроцентной сохранности телят во всех группах, прирост оказался выше на 9-10%. При одновременном снижении затрат кормов на 1 кг левой массы на 8-9% по сравнению с контролем. То есть, применение препарата позволило увеличить уровень рентабельности выращивания телят до 10% по сравнению с контрольной группой. Нас интересует первый момент. Второй момент. Нас интересует качество закатабленных кормов. Мы создали сложный препарат для селосования. Причем он 4 разновидности, смотря какое растительное сырье нужно селосовать. Он нам дает очень высокий белок и очень высокие питательные свойства. Сейчас большое количество препаратов для селосования. У нас есть свой, называется биосил. Потом есть проблема обеззараживания зерна от микотоксинов. Бывает так, что заготавливают зерно в некоторых зонах. Достаточно высокая влажность. Может быть просто не очень качественное зерно. Много микотоксинов. У нас есть препарат фитостимбет для зерна. Мы его используем в том числе для протравления семян. Он съедает микотоксины, обеззараживает зерно. Но есть кандидатская диссертация, посвященная изучению вот этого явления. То есть там примерно 300 рублей на тонну обработанное зерно. Оно совершенно будет иметь другие качества. Теперь переходим на свежий воздух. У нас есть препарат ЭКОСАН. Который, если брызгать в животно-науческом помещении, и полы просто 2-3 раза пробрызгать хорошо, у нас начинает исчезать запах аммиака. Потому что разложение мочевины идет без образования аммиака. Препараты для растений и водства, стимикс, фитостима, гравитостиум. Нас, например, интересует стимикс стандарт в системе некорневых подкормок растений. У меня вот заказы увеличить кратно массу люцерны. У нас есть по 5-10 килограммов карбамида. Кое-какие микроэлементы, стимикс стандарты. Мы можем 3-4 подкормки делать таким составом, некорневыми подкормками. И в 2-3 раза увеличивать объем нарастаемой массы. Ну, я просто показываю картинки. У меня нету полюцерни, я показываю подсолнечник. Когда какой-то один из препаратов, когда мы пытались сделать этот препарат на подсолнечку, он нам дал какой-то эффект. Вместо 16 пар, 32 пары листьев. И давал огромный совершенно объем. То есть, кому нужны препараты для того, чтобы огромный объем растениевочной продукции получить. Неважно какой. Пожалуйста, вот у нас есть такие тоже композиты. Тоже можно работать. Здесь препараты совершенно разные. Вплоть до того, мы можем увеличить количество сахара, например, в растительной продукции. Можем разостойкость делать. Можем стимулятор фотосинтеза. То есть, все, что у нас есть для растениеводства, для получения урожая, тоже можно использовать для получения просто большого растительной массы с очень высокими качествами. Мы работаем. Еще препараты у нас есть по 15 микробов в одном препарате. У них повышенная функциональность. Нам, например, такой вопрос вроде бы к растениеводству прямого отношения не имеет. Но мы знаем, у нас зона неустойчивого увлажнения. У нас могут быть засухи. У нас есть препараты для обработки соломы с целью ее разложения. И мы в три раза увеличиваем влагоемкость почвы. Мы можем закладывать потенциал для большого количества вот этой растительной массы, если мы хотим работать. Но это тема наша по растениеводству. И можем хорошо работать с восстановлением плодородия почвы. И есть препараты. Они используются у меня в Ставропольском крае. Правда, не скажу, что широко. Препараты для подготовления компоста. Есть техника специальная. Эта тема, говорю, сейчас будет очень актуальна, потому что государство хочет ввести систему штрафов за неправильное использование или просто за неиспользование отходов продуктов животноводства. Эта тема, она на самом зародуше. И есть, конечно, какие-то фирмы, которые предлагают услуги, но нормальных услуг у нас по переработке этого нет. Мы эту тему изучали. Мы знаем, как к ней подойти. У меня тоже сейчас на переработку большого количества отходов нет. Какое-то количество мы там производим. Но мы можем ее запустить, если кого-то интересует. Причем это будет не просто компост. Это будет компост, который восстанавливает почву. У меня вот сейчас идут переговоры с Западной Беларуси. Мы два раза уже были в хозяйстве. У них очень мало в овощеводстве навоза не покупают. Они просили нам сделать, чтобы удобряемые дозы были не 30-50 тонн на гектар, а чтобы они 10 тонн работали, и они были по питательности, по действию на почву, как 30 тонн. Вот это тоже сопутствующая тема в животноводстве. Я просто листаю, показываю то, что у нас есть, то, что мы можем. И, конечно, по органическим удобрениям у нас будет, сколько вообще органики нужно на гектар, сколько будет стоить гектарная норма, и будет ли государство обсидировать компостирование и внесение органических удобрений. Тоже я для Белгородской области считал. Если кого-то заинтересовала эта тема, мы готовы сотрудничать. Но это нужно делать просто вот прям в рамках хозяйства и давать, ну, чтобы вот четко сформулированная задача. Если люди думают, что это очень простая вещь, это непростая вещь, я думаю, компостирование по технологичности, по сложности, самая сложная вещь. На стыке растеневодства и животноводства. Потому что мои ребята, которые занимаются компостированием, говорят, нам иногда только одного из десяти людей, которые хотят делать нормальный компост, удается обучить. Много людей плохо обучаемых. То есть это искусство. Итак, возвращаясь к самому началу, мы говорим, что есть микробиология, которая может повысить ресурсный потенциал сельского хозяйства и животноводства. Она относится непосредственно к животным, повышает, уменьшает конверсию кормов, дает эффективную перевариванность кормов. Она может улучшать условия содержания животных, дает свежий воздух. Она может служить для переработки продуктов, отходов животноводства. И она может служить для получения большой массы растеневодческой продукции, из которой изготавливает корма. Есть микробиология, которая дает очень высокое качество кормов. И микробиология, ее ценовая часть, финансовая часть, в общем потоке в животноводстве практически незаметна. Она не стоит дорого. Я просто сделал обобщающую информацию. Если кого интересует, я предлагаю связываться с нами. Мы постараемся помочь. Я думаю, что ввиду того, что государство все-таки будет закручивать жестко гайки по отходам животноводства, это будет тема, от которой просто так рукой не отпахнуться. В том числе. Спасибо за внимание.